Привет, Владимир, мило. Ребят, скажите, как меня слышно, либо напишите, чтобы я понимала, все ли хорошо у меня со звуком. Ребят, скажите, либо напишите, как у меня со звуком слышно и видно ли вам. Ребятки, либо отставание в связи, либо вы стесняетесь мне. Скажите, пожалуйста, слышно меня, видно меня? Если да, то мы продолжим. Слышно, видно? Все, отлично, все, теперь я вижу. Да, отлично, да. Так, ребят, сегодня про лёгкое, про лёгкие будем с вами говорить, да? Вот, и я бы, наверное, хотела... У нас сейчас не так много участников, но всё же я, наверное, хотела бы повториться, чтобы понимать, что, ребят, сегодня у нас третий день марафона вот этого вот рождения Аватара. Я же всё время ориентируюсь на себя, в первую очередь, да? И мне казалось, что, ну, это будет прям вообще бомбический марафон, как мне казалось, как для меня, я никогда бы не нашла. Конечно, бы нашла, как никогда бы не нашла. Но мне казалось, что это та информация, которая, блин, которая предполагает человека идти к себе. И мне казалось, что вот этот марафон, он будет, блин, уникальным. Вы, кто давно со мной, все знают, что у меня нет ни одного одинакового марафона. То есть я не буду второй раз проводить одно и то же. Если я что-то буду говорить в следующий раз, то это будут другие осознания, никогда не будет одной и той же информации. И то же самое, что это же не к тому, что как бы, о, ну другая информация будет ещё круче, значит, она будет для меня. Не факт, ребят. Смотрите, у меня, я же почему не удаляю ролики со своего ютуб-канала? Самое первое ещё, почему я не удаляю? Чтобы вы видели отчего к тому, что я есть сейчас. Чтобы вы это чётко осознавали, что я абсолютно такой же человек, как вы. И когда вы будете видеть, что я отчего пришла, вы, может быть, некоторые мне пишут, ребята, говорят, что, Свет, вот как бы по-честному мы, вроде бы, как ты всё говоришь, всё чётко, всё ладненько, всё вроде бы красиво, но не доходит. Нет вот этого вот щёлкивания. Но первые ролики, которые ты говорила, они прям вообще ложатся. И это так и есть. У вас же точно такое же взросление, как у меня. И у меня точно такое же взросление, как у кого-то другого. И это нормальная реакция. Оп. Я, если честно, ребята, не знаю, работает у меня микрофон или нет. Я не понимаю. Я его вроде бы включаю, и он вроде бы работает, но там ничего постоянного не горит. Работает. Во. А я что-то уже понажимала. Ну, ещё раз нажму тогда. Во. Всё. Синеньким это, наверное, работает. Просто в тот раз, когда марафон проводили, ребята говорили, что меня очень плохо слышно. Поэтому я купила микрофон. Вот. И я понимаю, что как бы для всех абсолютно разная информация и разный уровень осознания. И это нет такого хорошо и плохо. Нет такого, что, ой, вот этот вот на таком-то уровне, значит, это клёво. Нет. Это не так. И я могу сказать по себе, по своему опыту, когда я была на каком-то ином уровне восприятия. Если бы очень часто мы не осознаём, как это клёво, как это клёво, когда у тебя есть эмоции. Как это клёво, когда ты начинаешь, когда ты можешь поругаться с каким-то человеком, ощутить там какой-то драйв. И это тоже на каждом этапе есть такой драйв свой. Он просто, блин, он просто завораживает. Он просто настолько восхитительный. И не надо никогда стремиться куда-то. Всегда нужно жить здесь и сейчас. И вот этот марафон как раз я создала для того, чтобы вы понимали, что с вами происходит сейчас. И по факту я вижу, что когда вот тот марафон делала, туда очень быстро набрались люди. Как на безоплатный марафон, так и на платный марафон. Но это я вам говорю не для того, чтобы как бы срубить бабосы. Это не про это. Это я вам говорю про то, что люди наслушались то, что есть волшебная таблетка, и можно несколько дней не есть, и у тебя будет срабатывать вот это, это, это. Ребят, это может срабатывать и без этого, если вы будете знать свой организм. Но очень часто мы же не хотим это... Я вам про что говорю? Я вам говорю, что нужно, ребята, работать над собой. Нужно пахать, нужно делать, нужно осознавать, нужно то, нужно сё. А вы слушаете какие-то паблики, ролики, ещё что-то, что ничего не нужно делать. Два, три дня, сорок дней не поешь, и у тебя придёт озарение. Ты сорок дней не поешь, если ты не понимаешь, для чего ты делишь. Ты просто сдохнешь, блядь. Ну, по факту, ребят, это так. Но не бывает без осознания, что ты сорок дней не поешь, и у тебя что-то там прояснится. Нет, это не так работает. Через глубинное осознание ты можешь только пойти на эти сорок дней, иначе твой организм сожрёт твои внутренние органы. Только так это работает. Не убивайте себя. И просто, чтобы максимально расширить это, именно для этого этот марафон был и создан. Чтобы вы понимали, что, от чего и где это предстоит. И ещё могу сказать, что я же поставила вот такую цену минимальную, только лишь для того, чтобы... Вы знаете прекрасно мою цель. Я хочу жить в осознанном, здоровом и счастливом обществе. И я иду именно к этому. Теми путями, которые я могу себе позволить. В любых аспектах. И на сегодняшний день я с моей маленькой командой... У меня маленькая команда, это мои дети и ещё несколько человек. Буквально несколько человек, которые знают сумму подноготную, да? И мы решили, что этот марафон, он будет стоить вот столько. То есть мы посмотрели, сколько стоят подобные марафоны. Действительно посмотрели. И даже вот подобных марафонов, ну, это, блин, не потому, что вот я такая звезда. Ну, по факту. Подобных марафонов, по факту, таких... Нет, приближённые две недели мы посмотрели от 24 тысяч рублей. Две недели от 24 тысяч рублей. Ребят, я сделала для того, чтобы это было массово, чтобы вы могли вот прям максимальное количество зайти, чтобы проработать себя. И это я к чему говорю? Я говорю, что я не буду меньше отдаваться. Вот я не умею меньше отдаваться. И больше у меня не получается. Я отдаю всегда до нуля. Я всегда вытаскиваю себя в максимальную информацию, чтобы вам отдать, чтобы наполниться новой. Всегда. У меня нет другого варианта. Иначе меня просто разорвёт. Но я прекрасно понимаю, что если в марафоне зарегистрируется там 5-10 человек, смысла не будет тратить... Я же очень большую, колоссальную энергию затрачиваю. Но это не... Я её затрачиваю в удовольствие. Но мне очень важно, чтобы эту энергию приняли максимальное количество людей, чтобы я тоже получила. Это энергообмен. И если на сегодняшний день... Не если, а просто на сегодняшний день, если не зарегистрируются, вы все, кто уже регистрируется в платном чате, вы видите, сколько нас человек, сколько админов, которые просто админы, да, и сколько участников. Вы это всё прекрасно видите. И я могу сказать, что просто, ребят, на сегодняшний день немножечко не с завтрашнего дня пойдёт какое-то следующее... Следующие дни. А, например, с послезавтрашнего. Либо ещё нужно, чтобы зарегистрировалось порядка, ну, хотя бы 100 человек. И тогда мы будем стартовать. Потому что меньше... Это минимальное количество... Это минимальная ставка. Она же не просто так. Это для того, чтобы вы могли максимально не... Максимально не ощутить по своим финансам, что вы где-то участвуете. Понимаете? А мне нужно заплатить всё равно, как ни крути, я же всё равно заплачу специалистам, которые работают со мной. У меня есть администраторы, причём два. И одному я заплачу, и второму я тоже заплачу. Мне хочется, чтобы все были... Чтобы все получили удовольствие различной степени от этого марафона. Понимаете? Вот. И это не для того, чтобы как-то там... Этот марафон, он состоится в любом случае. В любом случае он состоится. Просто, возможно, он оттянется на какое-то время. На какое-то время, потому что, ну, для трёх человек я не вижу смысла этого делать. Я не вижу смысла, чтобы я... Мне просто... Мне самой не хватит своих ресурсов. Возместить ту работу, тот энерго... Энерго-временной ресурс людей, которые мне помогают в этом процессе. Вот. А сегодня, ребят, мы... Я хотела поговорить с вами про лёгкие. Почему про лёгкие? Потому что вы знаете, что это вообще моя... Любимая и излюбленная тема, да? Да, лёгкие – это вообще про меня. Потому что только они меня привели к осознанию. К осознанию определённых процессов. К осознанию себя. И, наверное, к воссозданию себя, я бы так сказала. Потому что, если бы не мои лёгкие... Мне всегда нравилось. Я вам уже говорила, что я была самым обычным человеком. Мне нравились тусовки, вечеринки, вино, шашлыки. Я с удовольствием это всё... Ни от чего от этого не отказывалась. И я... Единственное, я не могла никогда курить. Ну, потому что лёгкие прям курить совсем никогда не позволяли. Я всё время смотрела на девочек, которые курят. Мне казалось, что... Как они красиво курят. Думаю, ох, если бы я не болела, я бы тоже курила. Если бы у меня не была астма, я бы тоже курила. Сейчас, конечно, я это думаю по-другому. Но, тем не менее, мои лёгкие меня перевели туда, куда... Где я сейчас. Вот. И я бы вам хотела... По лёгким... Рассказать то, что я прочувствовала через свои лёгкие. Во-первых, чтобы прочувствовать что-то, я... Я их исследовала вдоль и поперёк. Что такое лёгкие? Откуда это лёгкие? Как это лёгкие? И я вам открою сейчас ту теорию, которую... Которая далеко не общепринята и которой вообще никто не придерживается. То есть, изначально... Давайте я вам скажу, что такое лёгкие, чтобы вы понимали, чтобы вы уже себе в воображении провисовали картинку про лёгкие. Что такое лёгкие? Во-первых, правое лёгкое, оно широкое. Передний край лёгкого – это сердечная мышца, передний край лёгкого. Лёгкие немножечко за сердечной мышцей. Вот. Правое лёгкое состоит из трёх долей, а левое лёгкое... Ребята, если меня не будет слышно, напишите мне ещё, потому что я тут, видите, рука мухая, и у меня... Отключился он или нет, я пока не знаю. Это уже вы мне скажете. А левое лёгкое состоит из двух долей. Вот. Потому что здесь же сердце, и поэтому оно получается меньше. И когда говорят «вдыхайте двумя лёгкими», слышно, всё, Танюш, спасибо, «вдыхайте двумя лёгкими, и у вас будет вам счастье», это немножечко не про это. Потому что мы вдыхаем всегда больше одной половины, чем другой. Больше одной половины, чем другой. Сейчас раскроют уже эту тему, какая половина. Вот. И левое лёгкое делит одна, касая щель. Если вы посмотрите по анатомии, оно такое есть. И ворота лёгких есть, такое вот, ворота лёгких. Ворота лёгких и корни лёгких. Ворота лёгких и корни лёгких. Корни лёгких, если мы немножечко туда углубимся в анатомию, то корни лёгких, они у нас... если мы дальше углубимся, то есть есть попсовая анатомия, так назовём, да, её как бы не было обидно, а есть глубинная анатомия, где мы старая анатомия, в новых учебниках это уже убрали, вот, и там вот эти вот корешки, они как раз присоединяются к желудку, как бы это смешно не было, вот, и вы же знаете, что я, мне астму поставили в три года, то есть до трёх лет официально врачи не могут ставить, официально врачи до трёх лет ребёнку, если он не в критическом состоянии, то они не могут ставить диагнозы, которые, как они, хронические диагнозы, которые на всю жизнь, вот так вот, и поэтому до трёх лет мне не ставили астму, и в три года официально мне поставили астму, вот, и у меня стояла прям, у меня была такая вот карточка, я с ней переезжала, у меня карта была, я не знаю, как, я не знаю, Достоевский просто отдыхает с своими там томами, и у меня прям красной пастой было написано, что астма такой-то степени, что там аллергия на то-то, аллергия на всё, аллергия на жизнь, и на воздух, и на всё на свете, вот. И я как бы маленькая была, я понимала, что я болею, я понимала, что я немножко не такая, как все, я не могу себе позволить многие вещи, которые помогут позволить себе другие девочки, ну, девочки, потому что с девочками много общалась, с девочками много я лежала в больнице, то есть я с мальчиками, у меня были друзья, очень много были друзей, наоборот, мальчиков, но так как в палате, палаты всегда были гендерные, вот, я очень часто лежала с девочками, с которыми, естественно, я общалась. И многие девочки там в этих отделениях лежали там, ну, например, там заболел бронхитом, заболел воспалением лёгких, а так, в принципе, абсолютно здоровые дети. А я-то была другая, вот, я понимала, что вот они могут там, их подлечили недельку, и они уже скачут, прыгают, и всё на свете. А я немножечко про другое, вот, и лёгкие, конечно же, я, меня мама возила и в нетрадиционную медицину, то есть для меня подбирали определённые травы, для меня подбирали аммиачные ванны, для меня подбирали аммиачные духи. Ужасно просто, это постоянно, когда ты пахнешь уже, мне кажется, когда я пахла постоянно, я очень долго не могла вообще воспринимать какие-либо травы, потому что мне казалось, что это просто, это кошмар какой-то. Это аммиак, это травы, это постоянно от меня вот этим вот пахло, это меня всё время засовывали, мама мне говорила, прям, ну, доченька, ну, давай, чтобы ты тут была. У меня мама такая прям была девочка-девочка, как я, как коник с яйцами, да. Она всё время такая у себя, вот, нежненькая, на доченька, ну, давай вот ещё вот эту вот ванночку сделай, давай ещё вот эту. Я постоянно вот в этих вот ваннах лежала, потому что вот они нужны были, что они вроде как что-то вытягивают. Нихера из меня, ребят, ничего не вытягивают. Потом меня и к детскому психологу вводили. И сама я пошла не просто так, я пошла на психологию. У меня и мама, и отчим, они железнодорожники. И они железнодорожники, и меня, естественно, отдали в железнодорожные. Вот. И как-то я на практике, когда уже заканчивала железнодорожные, я на практике увидела, что весьменщицы книжку Козлова «Философские сказки». А я вообще никогда не любитель читать, то есть я всё время такая вот отторва куда-нибудь, сходить, погулять, потусить. Всё, что мне нельзя, это вообще про меня было. Вот. И я прочитала эти «Философские сказки», вот эту вот книжку. Это рекорд для меня, потому что я никогда не читала книги, тем более вот так быстро, кроме Анжелики. Правда, признаюсь, Анжелику я читала с запоем, и я прям не могла оторваться, все гуляли, на вечеринки ходили, мне никакие вечеринки не нужны были. Я читала Анжелику. И тут «Философские сказки». Я прочитала за смену, прочитала за смену, и пошла сдавать документы на следующий день. А я пошла сдавать документы в гуманитарный университет. И мне мама говорит, ну, дочь, ну, как бы, ну, ты чего, как бы, вроде как, здесь у тебя, я могу договориться, чтобы там кто-то, мы же все железнодорожники, у тебя тут такое вот светлое будущее. Я говорю, мам, я говорю, я буду, я пойду в психологию. Она говорит, ну, как бы, ну, хорошо. Она всё время так спокойно. И я пошла, сдала экзамены, меня взяли. То есть я сразу же прошла, причём с высочайшим баллом по логике. А на логику там был экзамен, как сейчас помню. Это хрюндели-макрюндели, умноженные на кундундерей, которые равняются мундундерям. И то есть некоторые люди даже не поняли вообще, это вообще про что. Это я вам говорю, серьёзно сейчас. А я это очень быстро всё сложила. То есть для меня эти хрюндели-мундундери, всё, я абстракции очень хорошо это соображаю, очень хорошо думаю. И меня взяли в принципе, как мне потом уже сказали, говорят, у тебя в принципе был неплохой балл. Но до этого, ну, говорит, вот логический тест, который ты набрала баллы, и нас, говорит, уже это ты была первая, кто набрал такую балл. Потому что до этого люди просто не понимали, про что мы говорим. И были баллы в среднем столько-то или столько-то процентов. Я поступила туда, это был платный колледж, я поступила в платный, не колледж, а университет. Я поступила в платный университет, вот, и я шла на красный диплом. Пока у нас не случилась определенная ситуация дома, где мне пришлось, чтобы оплачивать свою учебу, перейти на заочное и оплачивать свою учебу. Вот. А на заочном, вы, наверное, многие знаете, что невозможно получить красный диплом. То есть там уже цвет диплома автоматически снимается. Вот. Можно получить красный диплом только очно. Только те могут получить красный диплом, чьи родители могут оплачивать своим детям образование. И все. По-другому быть не может. Вот. И поэтому я красный диплом не получила. Но вот так вот я попала в психологию. Так я начала изучать. Так я поняла. Так я тогда поняла. Так я тогда у меня долгое время прорабатывала себя. Как это многие говорят, что легкие – это про прощение. Когда ты прощаешь. Когда ты позволяешь. Когда ты не держишь зла и не держишь обиды. Ну, то есть тут там, если честно, там много интерпретаций. Но корень всего – это прощение. И вы знаете, ребята, про это прощение я работала над собой десятилетия. И когда у меня был очередной приступ, и я, знаете, я уже с такими вот… Со слезами я рыдаю уже, как белога. А я понимаю, что если я начинаю плакать, я не могу дышать. Я и так не могу дышать. А когда сбивается дыхание еще из-за того, что ты ревешь, то там вообще все прерывается. И я думаю, да как так-то? Вот я уже все проработала, я уже всех простила. Я даже простила того, кого никогда не знала. Думаю, ну почему у меня астма-то не проходит? Ну вот все уже, вот все прощения есть. И когда со мной случилась определенная ситуация, про которую вы многие уже знаете, ну кто не знает, посмотрите, можете на канале, чтобы туда не оттягивать наше время, да. Когда от меня отказались врачи, когда мне пришлось перейти убрать еду и жидкость, и когда я поняла, что я без этого могу дышать, только тогда до меня начали доходить, начали, 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 начала доходить другая информация, которая идет из меня. Я думаю, блин, как это так? Причем здесь желудок и мои легкие. И вот тогда я начала это прорабатывать. Думаю, а что значит желудок и что такое легкие? И когда я начала смотреть, откуда все это идет, то я увидела, что корни легких, они соприкасаются с желудком. В желудке, как мы с вами уже говорили до этого, да, там нет нервных окончаний. Желудок – это сплошная мышца. И мы про желудок еще поговорим, что такое желудок. И желудок как раз – это не просто мышца, да, которая, она, язва желудка – это про другое, да, мы с вами все эти моменты обсудим. Но желудок – это вот как раз вот такая вот мышца, и если вы ее посмотрите, ну вот то, что нам показывают трубки, нам показывают слизистую. Если вот когда вот трубку глотаешь, что там происходит, нам показывают слизистую, она такая вот гладенькая. А если мы посмотрим, не знаю, в разрезе, или как правильно сказать, вот этот вот желудок, то он весь мышечный вот такой, и знаете, на что он похож? На мозг. Вот у него такой же рисунок, как у мозга, как у грецкого ореха. И тогда начала исследовать, а что же такое желудок? Что такое желудок, который дает мне дышать? Это что, мозг моих легких? И мы еще о желудке тоже с вами поговорим, что такое желудок. И когда я начала убирать еду и жидкость, я поняла, что моя диафрагма начинает работать. То есть как только у меня попадало туда, не знаю, пол виноградинки, глоточек воды, то моя диафрагма просто, знаете, как это, не потому что там у меня полный желудок, я вот такая вот, вся уже желудочка у меня, как, не знаю, как у мышки, и я уже не могу кушать. Не про это, ребят. Просто как только попадало что-то в желудок, все, у меня, знаете, у меня как шпингалетом, и диафрагма не работает. Диафрагма не работает, я не могу дышать. И вот я сижу, я вся отекаю, я вся опукаю. Отечность и опухшесть, она же происходит не от того, что ты съела или выпил, она происходит от того, что есть в нашем воздухе. Потому что мы все прекрасно понимаем, что в кислороде в обычном, в обычном климате плюс-минус 68% жидкости. Не говоря уже о других каких-то климатических условиях. Но я была тогда на Урале, возьмем просто 60, да, 60% жидкости в воздухе. В кислороде. И у меня перестает работать диафрагма, я начинаю вдыхать, там сижу, там, и вот этот, и вот этот, и все. И я начинаю, чтобы хоть что-то организму, да, чтобы он не умер, у меня начинает спор, просто организм брать все то, что есть вообще в воздухе. И я вот сижу вот, ни хера не евшая, вот такая вот вся круглая, всяк-всяк квадратная, не могу не дышать ничего, еще от того, что у меня, еще от того, что я становлюсь еще больше там, причем это происходит, если кто видел астматиков, не все астматики далеко худые, и полные они не от того, что они много едят. И на меня можно было посмотреть, и думаю, ну, блин, понятно, а ты же не просто, как вот с похмелья, да, там, встануешь, встаешь с похмелья, там ни одной морщинки, ты такой весь кругленький, подтянутый, тут нет, тут, во-первых, цвет лица такой вот, он серый, сам ты вот измученный, вот такой вот весь большой и круглый, жрать хочешь, не можешь, и вот эти вот состояния, когда ты просто не можешь вообще услышать, а кто ты есть-то, кто в тебе вообще не может дышать, почему он не может дышать, кто не может дышать, откуда он не может дышать. И вот легкие, это как раз, ребят, про то, не про дыхательные гимнастики, хотя я вам сегодня обязательно дам дыхательную гимнастику, которая мне помогала. А легкие, это как раз про желудок. И вот когда вы... А что такое желудок? Желудок, живот, живо. Это где все закручивается. Это круговорот. Это уроборос. И вот когда вы познаете, что у вас там, тогда ваши корни легких дают вам жизнь на расширение себя. Не на вдох, на расширение себя. Легкие, это что такое? Это расширение себя. Не про что другое. Это про глобальность. И именно спорт, еще что-то, это всегда дает вам расширение себя. Это всегда про другое. И когда вы это понимаете, когда вы это осознаете, у вас идут другие процессы в вашем осознании. Но они очень сильно связаны, легкие, очень сильно связаны с желудком. Я сейчас посмотрю, когда у нас желудок будет. У нас завтра предполагались почки, но я думаю, что мы завтра, наверное, оттянем, ребят, потому что... Давайте, знаете, как сделаем? Давайте сделаем мы завтра еще один безоплатный день. Вот так вот. Да, чтобы еще, может быть, кому-то нужно будет подумать еще, что-то. А уже потом, если не наберется, то мы просто оттянем уже за остальные дни. То есть у нас будет не 21 день, а 22 дня. То есть у нас будет не 3 дня безоплатных, а 4 дня. Вот завтра мы давайте сделаем либо почки, либо желудок. Давайте какую-нибудь голосовалку. Я попрошу моих любимых администраторов сделать, чтобы сделали голосовалку, что завтра будет почки или желудок. И про это поговорим, откуда и что идет. Вот. И завтра у нас еще будет с вами безоплатный день. Так, сегодня будет... уже начали желудок. Так, сегодня у нас еще в 21 час будет Алексей. А завтра... А завтра... Так, стопы... Как делать завтра? Завтра 11 числа... 11 числа... Завтра мы с вами в час встречаемся. И как раз до часа мы уже будем понимать, что у нас будет почки, либо желудок. Прям не знаю, что вы... Все такое вкусное. Да, ребята... Да, ребята... Вот. И еще кто, ребят, все-таки хочет пойти на дальнейшее, ну, вы сделали минимальную, правда, стоимость, присоединяйтесь, кто хочет идти дальше. Вот. И когда мне говорят, что-то ты не проработала, что-то ты не отпустила, что-то ты еще не сделала. Немножечко не про это, ребята. Вы можете ковыряться в своих обидах, вы можете ковыряться в своих страхах, вы можете ковыряться в своих... Что кто-то недодал, недовзял, еще что-то. И вы можете находиться в этом состоянии всю свою оставшуюся жизнь. Но вам это погода не сделает. Вы никуда не выйдете с этим. А если вы начнете понимать, откуда, что идет, почему, почему легкие, почему вот эти вот корни легких, почему они соприкасаются по физиологии с желудком, и ворота легких, есть такое медицинское, медицинский термин, ворота легких, они идут уже сюда, щитовидочка наша, любимая, да, про которую мы тоже поговорим, что она делает, и для чего у нас идет дальше в дальнейшее развитие это, как мы себя можем контролировать и регулировать, это уже мы поговорим вот потом уже про щитовидку. И одно из упражнений, ребят, давайте я вам сразу же покажу, во-первых, про дыхание. у нас же очень много говорят, что дыхание должно быть обязательно поверхностным, обязательно неглубоким, еще что-то. Дело не в глубине, мы не умеем регулировать нижнее дыхание от верхнего, дыхание с животом от дыхания диафрагмы, и оно не про глубину. Вот смотрите, когда есть шланг, да, вот шланг, просто шланг, и вот шланг начало, и шланг конец. И вот мы, например, зажимаем начало, и конец у нас тогда расширяется, и он такой под давлением. Либо наоборот, мы этот расширяем, и вот этот зажимаем, и у нас тогда под давлением другая часть шланга идет. Но поток воды один и тот же, только давление разное, и шланг перетирается все время по-разному. И вот когда нас учат, вот это вот поверхностное дыхание должно быть, вот это вот еще что-то, возможно, они правы, но я, наверное, как осматик, как человек, который, у которого другой танец с дыханием, я, наверное, по-другому скажу. Дело не в глубине и не в поверхности дыхания, а дело в том, как вы можете с живота поднять точный поток воздуха диафрагмой и выпустить его. Как вы можете принять диафрагмой и кислородом омыть желудок и выпустить его? Одним и тем же потоком, как вы можете это сделать туда и обратно. Одним и тем же давлением, как вы можете. Вы можете только животом дышать? У нас очень многие дышат только животом. И думают, ну, это правильно, нас вот учат животом. А диафрагмой никто не дышит. Диафрагма, диафрагмальная у нас вот эта вот мышца, она забита. Она забита. Наше сердце, наши финансы, наша энергия зажата. Потому что нас научили дышать животом поверхностно. И поэтому что-то там как это, как кролики. Ты-ты-ты-ты-ты. И все. А как мы можем пустить в себя всю энергию этого мира, если мы не можем расширить диафрагму до таких же поеделок, как мы можем принять этот воздух с животом? Как мы можем выпустить из живота столько же воздуха, как из диафрагмы? Нежно. Что у нас будет? И когда мы это делаем, мы можем просто заряжать себя тем моментом, который мы есть. Мы можем просто в себе регулировать те моменты, кто я есть-то вообще, что я-то хочу. И давайте, ребят, первое упражнение. Мы вдыхаем, вдох на раз, два, три, четыре. Причем вдыхаем, вы смотрите, как вдыхаем. Не просто вдох у нас. У нас вдох идет. Раз, только мы так через нос сначала. Потом легкие прям. И когда мы легкими вдыхаем, мы не просто вот так вот грудь колесом, лопатки сводим. Мы не грудь колесом, лопатки сводим, плечи вниз. Плечи у нас никуда не идут. Плечи вниз, лопатки сводим. И у нас голова стоит, то есть мы ее никуда там не закидываем. Вот как будто у нас листочек в зубах, да? И мы как будто этот листочек держим прямо. То есть у нас на него так вот, не вот так вот, не вот, никак. Просто прямо. И мы когда начинаем вдыхать, у нас лопаточки собраны, плечики опущены всегда. Мы их никогда не поднимаем, мы их не напрягаем, они у нас в расслаблении. Вот. И у нас не грудь вперед идет, а у нас лопатки собраны. Это другая осанка. У нас нет этой лордозы. То есть, блин, то есть мы не выпираем туда вот эту поясницу, да? Это когда девочки там красиво, красиво фотографируются, чтобы попка была прям максимально смачненькая. И вот они вот так вот там поясничку прогибают, попка тут, ни в коем случае. У нас поясница всегда прямая, всегда прямая. И мы мы собираем лопаточки, плечики опускаем круговыми движениями, чтобы было удобно, просто кругируем движение раз, лопаточки собрали, плечики вниз, животик у нас все время в напряжении, но он у нас не выпирает никуда, ни туда, ни сюда. Все, он у нас просто собран. И мы начинаем медленно вдыхать. Это нужно делать, смотрите по своему состоянию. Кто-то может только два раза сначала сделать вот так вот туда-сюда, потом отдышаться, а потом уже начинаете делать так восемь раз, двенадцать, раз, а потом вы смотрите, например, какой-нибудь на ютуб канале, что-то там, еще что-то, и вы смотрите, вы уже час в таком дыхании, и вы уже смотрите, как вам комфортно быть в каком дыхании. И смотрите, вы вдыхаете, вдыхаем, как сначала у нас идет вдох, четко чувствуем, вдох через нос, пошел, потом у нас раз, расправили грудь, у нас прошло через диафрагму и животиком и прям животик надули, для начала надуваем прям его, как это, знаете, как танцы живота, надуваем, 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 вдохнули, потом держим восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, и потом выдыхаем медленно до двенадцати, так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, и так хотя бы два продыха сделать, потом отдышаться, если совсем тяжело двенадцать выдыхать, причем, когда мы выдыхаем, у нас животик собирается туда, прям он прижимается раз туда, и у нас диафрагма сжимается, то есть мы плечи не сжимаем, а диафрагма так, Жора, иди на место, смотрите, он у меня, ходит здесь, я здесь, видишь, этот фир виду, он у меня там ходит, не знаю, видно могу, иди на место, вот, и это одно из упражнений, которые вы можете делать, сели перед телевизором, перед компьютером, там еще что-то, вот, и оно достаточно, если вы начнете хотя бы с двух таких вдохов, раз, два, три в день, вы прочувствуете, я вам потом расскажу, как вам не будет хотеться определенных продуктов через голову сюда, представляете, какая связь, как только вы здесь освобождаете, здесь расширяется, а здесь в сознании происходят вообще абсолютно другие моменты в сознании, вот что происходит с легкими, ну, про легкие, ребят, я вообще могу рассказывать часами, конечно же, когда выдыхают, а плечи вперед, типа опускаются, вот вперед, нет, смотри, вы потом, вот так вот, вот так, а вы выдыхаете не телом, а вы как будто сдуваетесь, вот так, и плечики еще больше вниз, так, и все, а головку так же держите, видишь, они у вас пошли, у меня в рубашке плохо видно, ну, в рубашке плохо видно, но, ребят, я тогда первый эфир провела в майке, мне столько комментариев написали, что сиськи такие, сиськи такие, руки такие, ноги такие, господи, я же все время вам говорю, что я только про голову, я не про фигуру, вот, ребят, одно из упражнений, и оно, пробуйте, давайте мы с вами будем каждый день проговаривать какое-нибудь упражнение, которое вы будете вводить в вашу жизнь, оно будет очень короткое, но оно будет очень-очень действенное, если есть вопросы, то задавайте, с огромным удовольствием отвечу, поднимайте руки, и я отвечу тогда на какой-нибудь вопрос, да, 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 ты моя девочка, да, Ланочка, говори, Лёва, Ланочка, посмотри, Лика, говори, видела твои, прям, шедевры, красота, я тебя не слышу, ты не включила микрофончик, а, вот, привет, Ланечка, вот, когда сдерживаю рыдания, я, да, смотри, я их сдерживаю, это как-то отражается на лёгких, или на сердечных мышцах больше отражается, ну, допустим, я не могу рыдаться, но как бы не могу, не могу или не хочу, ну, при людях не хочется, как бы вот, да, показывать эмоции, вдруг, такое, это оказывает? Оказывает, конечно, а почему ты не хочешь при людях? А почему ты хочешь при них казаться не тем, кем ты есть? Это же защемление тебя ведь не только в плане физики, это же защемление тебе, что ты хочешь быть другой при них, а ты же не просто так при этих людях захотела плакать, они же что-то сказали такое, что ты захотела плакать, ты собрала таких людей, перед кем ты захотела произвести такую эмоцию и тут же ее защемляешь ты себя не чувствуешь вот у тебя столько тала вообще ты начнем с того что ты очень красивая женщина я просто знаю и она была мне на ретрите ты очень красивая женщина у тебя очень большая харизма то что ты сейчас кидываешь группу какие ты делаешь работы это же ну блин это не каждый не том что даже возьмется не каждый скажет что я вообще-то смогу сделать ты это берешь и делаешь но ты настолько себя обесцениваешь думая что ты можешь быть я не знаю только любовницей только вот тем то только вот тем то вот я могу только вот так вот и поэтому у тебя все время идет вот это вот скомкивание себя а ты-то больше ты же себя просто боишься принять а как бы но если я приму себя что я такая большая как я себя унесу то такую большую я вот нашла сейчас знаешь выход хожу в магазин тут темно ночью по дороге там машины по трассе ты я там кричу ору песни пою вот выход вот такой нашла только я себе ну в общем я поняла ты не отвечаешь мой вопрос ты хочешь чтобы я разобралась с ним сама да почему я зажимаюсь да ты знаешь почему ты зажимаешься ты просто себе признаться не можешь как как почему я хочу чтобы ты разобралась себе ты уже разобралась ты знаешь эти все ответы но что ты их признаешься на тебе придется с ними работать а пока ты их не признала ты можешь уковыряться что как бы ну вот это вот не то вот это вот не туда ты же себе позволяешь что чего ты ушла ну да я это чувствую я сразу же почувствую как только ты первый раз это сделала и ты же это опять же позволяешь себе не потому что ты плохая потому что он живу как бы ну ничего не немножко ничего страшного ну вот это вот вот так вот я буду вот так вот я вот это вот я буду вот это ладно светлана спасибо пока буду думать будут другие вопросы задают думаю потом напиши мне тебе кое-что котнику кое-какое предложение потом пил выдвину хорошо спасибо да ребятки еще есть вопросы ребятки но если нет вопросов тогда я с вами буду прощаться а есть те мои девочки все да галочка говори здравствуй вопрос как дыхание легкие связаны ли они с мозговой деятельностью конечно может только через вообще мы можем дышать телом дышать мы можем телом тогда когда мы пользуемся мозгом когда мы начинаем жить вне дыхания это называется прана прана едение да когда мы начинаем жить без дыхания тогда мы мозгом уже не пользуемся тогда мы живем постоянном потоке это уже про другое ребят это правда про другое когда как так не думать я ни с кем спорить не буду этот другой процесс я просто знаю таких людей которые живут без дыхания и они живут в потоке это абсолютно другие люди от них идет абсолютно другая энергия вот и пока мы дышим мы обогащаем наш мозг ну так называем простым словом кислородом вообще на самом деле это немножечко не кислорода немножечко больше чем кислорода но тем не менее что пока дам пока мы дышим мы обогащаем пока мы обогащаем наш мозг кислородом так назовем это на первое время то мы позволяем себе максимально комфортно сосуществовать в той плотности в которой мы есть понятно ну еще же вот говорят когда следишь за дыханием вверх вниз вдох выдох останавливаются мысли как дорогой останавливаются мысли потому что ты же ты же ловишь мысли дыхание и ты когда начинаешь ты же когда начинаешь думать о дыхании ты же не можешь думать тогда ты уже вот ты погружаешься в этот процесс это то же самое что когда вы поешь да ты когда погружаешься в пене ты думаешь пень когда ты играешь на каком-то инструменте ты можешь на этих инструментах залипнуть прямо чек и быть просто в этой в этой музыке да да действительно так ты можешь быть вот в этом процессе просто в дыхании про все кто-то не умеет играть кто-то не умеет петь кому-то кто-то как у кого-то родственники не принимают как они поют у меня например раньше родственники не принимали как я пою да он и грешет за голос что это там вообще у тебя такое а дыхание же никто не видит никто не слышит и ты можешь просто сесть или может мыть посуду и дышать шить вроде за что быть носки вроде как ты в пределе и дышать мыть полы и дышать и вот этим вот заниматься да это такое медитативное состояние да это действительно так да благодарю светочка за ответ привет привет светлая связано ли вот с дыханием с легкими вот лопатки скорее даже не сами лопатки а вот под лопатками ребра наверху и вот внизу у лопаток вот если смотреть ближе к позвоночнику прям болят и вот я думаю связаны они или нет с дыханием ну все конечно связано вообще по большому счету это связано со своей с твоей ступней как ты идешь потому что по походке видно что у тебя происходит в твоей жизни я вот если бы я сейчас увидела как ты идешь я бы тебе сразу же сказала почему у тебя болит под лопатками поняла да откликнулась как раз из этой серии благодарю благодарю дорогая ребятки если кто-то не успеет задать вопрос то я в любом случае буду в 21 час с алексеем будут их тихенько сидеть если что можете мне тоже задать какой-то вопрос до захват здравствуйте как меня слышно отлично благодарю за эфир а у меня такой вопрос от чего происходит отрыжка воздухом просто отрыжка воздухом вообще отрыжка воздухом происходит это когда у вас отрыжка воздухом это когда у вас идет я не буду вам физиологию сейчас говорить да физиологию вы и так посмотрите а вообще по факту это когда этот сфинктер он работает вот при определенных моментах и когда у вас желчные пузыри вот у нас желчный пузырь такой вот там мешочек да вот и вот в этом вот мешочки когда идет вот желчь чтобы отделение желчи было то есть у нас очень многие там сыроеды не еды там еще кто-то когда не урегулировали момент желчи оттоком то у них есть вот эти вот моменты чтобы урегулировать моменты желчи оттоком именно поэтому я ребятам всегда говорю перед тем как заходить на чистку либо на сухие дни на длительные не на сутки двое на длительные на длительные это четырех четыре четыре четверо суток сухих дней я считаю что это длительные уже вот чтобы заходить нужно обязательно хотя бы трое суток промаслиться и когда вы промасливаетесь у вас желчь выходит когда желчь выходит то у вас вот этих вот пузырей воздушных уже особо не остается вот это касается и вот это вот и отрыжки это касается и сжоги и сжога у нас очень тоже многие предположения что и сжога это повышенная кислотность ребята это не про это это сейчас очень много информации и можете просто посмотреть в интернете и сжога это не про повышенную кислотность это абсолютно про другого вот вот она вот здесь вот идет вот эта вот кислотность это когда вот как раз я не еще раз повторюсь ребят я не мою правильным языком сказать да чтобы это не загидали помидорами Кислотность у вас возникает вот буквально вот здесь. И вот эта вот кислотность, чтобы убрать, это тоже прорабатывается либо определенным упражнением, либо дыханием, либо продышиванием. Продышиванием можно продышаться, либо растягиваться. Вот так вот, знаете, вот эти вот большие мечи, блин, у меня они тоже есть, но сейчас не буду показывать, чтобы не дизлить. Большие мечи, на которых там сидят, ну вот я его покупала, чтобы там укачивать ребенка, да, когда он у меня отказывался от груди там. Ну, обычно вот эти вот большие мечи, вы можете просто на него ложиться и прокачиваться, чтобы растягивать, чтобы у вас вот это вот все, чтобы вот эти вот все застоли, они выходили. Тоже очень хорошо. И еще раз запомните, что когда у вас есть изжога, это не из-за повышенной кислотности. Благодарю. А промаскивание каких-то определенных участков делать или всего тела, может быть? Внутрь, внутрь. Замасливание. У меня есть очень достаточно такая, ну полная информация про замасливание, тоже у меня на канале есть, это первые три дня безоплатного марафона, который был перед этим. Вот. И там я очень четко и очень все подробно рассказала, как замасливаться, для чего оно, для чего гинкобелоба, для чего полынь. То есть вот эти вот все моменты я очень-очень подробно рассказала, для чего они, как они действуют на наш организм, как наш организм реагирует на это, для чего это и какие последствия. То есть я все по полочкам там разложила. Можете посмотреть и там все будет понятно вам. Это в открытом доступе все. Ребятки, ну что, тогда я буду закругляться. В 21 час встречаемся с Алексеем. И завтра в час давайте сделаем еще один безоплатный марафон, на еще один день продлим его. Может быть кому-то, вот. И я попрошу, конечно же, ребят, чтобы выставили плашку по этому... Про голосование. Почки или желудок. Вот. И я тогда завтра расскажу про почки и желудок. Вот. Да. И вы тогда мне скажете, про что мне сделать завтра эфир. Все. И жду, конечно же, ваших присоединений, чтобы нам долго не оттягивать все это. Благодарю, что были со мной. Спасибо, Светлана. До встречи. Спасибо. Всех вас обнимаю. Спасибо. 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 Продолжение следует...